Период без мотобола подходит к концу. Совсем скоро в Винном состоится торжественное открытие чемпионата России 2023 года. У команды «Металлург» последнее приготовление к сезону, в котором просто необходимо вернуть звание чемпионов. Ведь в прошлом сезоне почетное звание заслужил главный соперник последних лет команда «Колос» из Ставропольского края. В связи с погодными условиями в этом году вовремя начать тренировки «Металлург» не смог. Темпы пришлось наращивать, чтобы достойно выступить в чемпионате 2023-го. У нас очень обновился состав, так скажем, и поэтому все не то, что новое, а старое, чтобы ребята понимали, кто куда ехал. И вот этот ансамбль, чтобы он заиграл хорошо, вот на это упор делаем. Ну, конечно, новое пытаемся внедрять, но очень мало времени. Я думаю, в течение сезона, мы где-то к осени уже будем намного интереснее. Ну, и на Кубке команды, думаю, будет тоже очень интересно. Из большого спорта ушел легендарный игрок «Металлурга» Антон Гусев. Ему на замену президент команды Валерий Нефантьев пророчит молодого мотоболиста Артема Ковтуна, который ранее играл во втором составе и показывал хорошие результаты. На плечи Артема ложится большая ответственность. У нас есть пресс-сезонные тренировки, занимаемся в бассейне, спортзал, играем там в футбол в спортзале тоже. Поэтому занимался, готовился, да, поэтому понимал, что в этом году большая ответственность на меня будет тяжело. Особенно мне подстраиваться под ребят надо будет молодой, неопытный еще, так сказать, в основном составе еще не успел проявить себя. Вот, так что, ну, буду стараться. В первой игре чемпионата России по мотоболу 2023 года видновский «Металлург» встретится с командой «Кировец» из станицы Полтавской Краснодарского края. Юлия Погасян, Александр Логинов, Ольга Садовская, ВИДНЭТВ.